Тем временем на Украине все внимание по-прежнему приковано к Верховной Раде. Сегодня там проходит заседание, на котором депутаты рассматривают проект амнистии для участников протестов. Власти настаивают на том, что она вступит в силу только после освобождения всех захваченных зданий. Протестующие с этим условием не согласны. Пока политики ищут мирное решение, Майдан живет своей жизнью. Репортаж Кирилла Брайнина. Здесь от одного переворота до другого рукой подать. Революционные солдаты и матросы с барельефа на фасаде украинского дома как будто смотрят на современных захватчиков. На входе люди в масках, проверят пропуск. А внутри, рядом с медицинским пунктом, можно записаться в так называемый отряд самообороны или получить талон на горячий душ. Проект называется «Чистое дело». Мы арендуем квартиры, где есть хороший душ. Выдаем станки для бритья, крем для бритья, носки, белье, полотенца чистые. Есть даже библиотека Майдана. Но посмотришь на каску на книжной полке и без названия все ясно. Вот она проза украинской жизни. В бывшем баре в несколько рук намазывают бутерброды, а на полу уже спят в повалку. Относительное затишье на улицах радикалы используют для тренировок новых бойцов. Но и строители баррикад тоже не отдыхают. Почти 10-метровая сторожевая башня – очередной плод военно-инженерной мысли Майдана. Катапульту в действии все уже видели. Для полноты картины не хватает разве что троянского коня. Пока политики ищут мирное решение, улица укрепляет баррикады. Когда не с кем воевать, воюют друг с другом. Активисты националистической партии «Свобода» пришли освобождать здание Министерства аграрной политики от своих же ультраправых товарищей из движения «Общее дело». В ход даже пошли травматические пистолеты. Радикальный протест слегка раскололся и во Львове. Поругались захватчики здания областной администрации. Одни уже хотели отправиться по домам, другие их не отпускали. А в Херсоне минувшим вечером экстремисты напали на сотрудников милиции. Трое – в больнице с ножевыми ранениями. На территории Днепровского района города Херсон отрабатывали территорию по грабежам. И подошли двое неизвестных молодых людей, затеяли драку и нанесли ножевое ранение мне и моим товарищам. Нападавших задержали. Все они оказались активными участниками местного Евромайдана. А украинское правительство сегодня прощалось с ушедшим в отставку Николаем Азаровым. Его решение многие назвали первым шагом к мирному выходу из кризиса. Остальные – за Верховной Радой. Сюда сегодня приехал первый президент Украины Леонид Кравчук и призвал депутатов договориться. Давайте доверять друг другу. Надо поверить, что Украина важнее каких-либо амбиций. И сделать все, чтобы открыть Украине дорогу к реформам. Кроме нас самих этого никто не сделает. Но вот с доверием как раз сложно. Законопроект об амнистии сначала предполагает освобождение всех захваченных зданий, а уж потом освобождение задержанных. А позицию такой вариант не устраивает. Получается замкнутый круг. И как найти из него выход на Украине, похоже, пока не знают. Кирилл Брайнин, Евгений Лямин, Олег Слюсаренко, Алексей Зуев и Виктория Филатова. Первый канал. Киев.